Всем привет, с вами Ванок, и сегодня мы будем играть в игру под названием Crysis in the Kremlin. Вот такой достаточно необычный проект, достаточно необычная стилистика, достаточно необычный стейтинг, да и вообще, в принципе, достаточно необычная игрушка, которая рассказывает нам о временах перестройки в Советском Союзе, о, в общем-то, последних годах Советского Союза, о последнем, в общем-то, даже мигах вот этого для кого-то интересного, для кого-то странного, для кого-то ужасного, а может быть, наоборот, замечательного времени. Уж не знаю, у каждого свои взгляда на эту страну, но, так или иначе, кризис в Кремле — это проект, который, ну, по сути, пытается воспроизвести дух того времени, по крайней мере, в теории, и, в общем-то, на самом деле, исходить из того, что мы сейчас видим на главном экране, то в чем-то, наверное, это и получается. Конечно, надо понимать, что это трэш, достаточно такой трэшовый трэш, потому что, ну, все, в общем-то, пахнет такой дешевизной, но дешевизна — это, можно сказать, такая. В данном случае вполне себе хорошо именно к данному проекту прикладывается, она приемлемая, я бы даже так сказал. В общем, давайте без всяких разговорств дальнейших. Я еще в эту игру ни разу не играл, я даже не буду сейчас пытаться запустить обучение, сейчас попытаемся вот прям влезть, как говорится, в игровой процесс, можно сказать, как... уж я не знаю, как кто, но попытаемся мы сейчас разобраться по ходу движения, и, может быть, что-то из этого получится. Реально, в эту игру надо играть именно так, не подготовившись, не изучив ее вдоль поперек, а вот именно так. Итак, давайте посмотрим, что у нас тут есть. У нас тут есть несколько годов, с которых можем начать. Соответственно, чем дальше, тем меньше времени, я так понимаю, у нас на различные действия. Есть 85-й год, есть 91-й, есть 86-й, кстати, игра, год моего рождения. Вот, ну, я выберу 85-й, наверное, самый ранний. Я думаю, лучше всего это будет отражать сеттинг данной игры. Так, у нас здесь есть несколько персонажей, может, тогда вы бы назвать их, на самом деле, правители. Соответственно, здесь есть романов. Честно говоря, даже... Я, на самом деле, не то, что прям хорошо знаю историю Советского Союза, но более-менее этот момент и читал, я, честно говоря, даже не помню, что это такое, романов. Видимо, этот человек, который в свое время имел очень серьезную власть, но в итоге не смог дорваться до высшей цепочки, то есть стать... Я даже не знаю, как хотел, но, допустим, пишется, что романов с минимальным пересом голосов возглавил страну. Но, как мы знаем, на самом деле, был в Советском Союзе генсек, генеральный секретарь, то есть фактически лидер страны. И были там всякие правительства, то есть, в общем-то, как-то, я даже не знаю, не премьер-министр, но вот примерно так, на самом деле, можно говорить. То есть человек, который был формальным правительной стороны, но, на самом деле, нет. Вот так это можно выражаться. Но, опять же, я что-то начал в дебри уходить. Давайте, мы можем, на самом деле, своего персонажа создать, можем выбрать уже существующего. Давайте посмотрим. Тут есть Горбачев, который у нас реформатор. Ну, мы знаем, чем его реформаторство закончилось. Противник старой гвардии и сторонник демократизации, да? А, все, я понял. Тут, на самом деле, все просто. Тут, видите, у нас... Каждого мы выбираем. Тут каждого написано предысторию, но эта предыстория не обязательно должна соответствовать реальной. То есть, видите, вот такая фигня. Получается... Ладно, Громыко. Насколько я помню, Громыко был достаточно серьезным товарищем. И человек, который мог, очень серьезно мог многое еще сделать, но у него это, насколько я помню, не получилось банально, потому что то ли его смерть этому дело прекратила, то ли еще что-то, то ли его отстранили просто о власти. Давайте выберем Громыко. Да, и вот мы тут начинаем. Тут мы видим, соответственно, уже игровой экран. Так, это у нас... Мама... Какие-то интересные. Советская музыка. И здесь Виктор Аргонов. Проджект. Музыка. Что-то мне кажется, что мне советская музыка больше всего понравится. Все выбрал. Ладно, давайте назад вернемся. Просто я думаю, может быть, тут можно как-то на паузу поставить музыку вообще, но нет. Ладно, есть телефон. Можно позвонить, соответственно, помимо того, что можно сохраниться, можно еще к кому-то позвонить. Можно открыть карту и посмотреть даже тут есть какие-то какие-то таблицы. В принципе, игрушка это что-то а-ля менеджер. Только это не глобальная стратегия, к которой мы привыкли, да, как обычно на таких играх. Это что-то вроде глобальная стратегия, как реалполитис хотя бы, да. Здесь немножко иначе все реализовано. Здесь, по сути, это менеджер какой-то страны, но менеджер такой, табличный. Менеджер, которым есть определенный набор фичи, но, по сути, это как бы что-то вроде мини-игры такое. Знаете, тут нужно определенные задачи выполнять, можно, соответственно, по каким-то идти направлениям развития. И в итоге сказать, что из этого все получится. Можно пойти историческим путем, можно не историческим и так далее. Ну, на самом деле, про эту игру реально вот именно рассказывать надо, потому что реально очень сложно прямо ее показать во всей красе. Ну, тут можно потыкать, конечно, по табличкам, по всяким, но вы не поймете ее главного смысла, если именно про это не рассказать, да. Ладно, давайте смотрим, что у нас здесь. Генерал-лояльность. Это, по-моему, где находится серп и молот, там, собственно, и находится лояльность. Я, кстати, на легком что-то играю. Он по умолчанию стоит. Так, КГБ тоже лояльность. Силы КГБ сильные. А позиции у нас, по-моему, вообще нет практически. Точнее, вообще нет, в принципе, до свидания никак не пишется. Так, дальше. Четыре Девкома, Девкома, это Девкон. Если кто не знает, это угроза ядерной войны. Это, в принципе, на тот момент, который мы сейчас смотрим, она, ну, не серьезно была уже, в отличие от времен Хрущева, когда реально это серьезно все разгорело, здесь, в принципе, уже это начало утихать. И война холодная начала уже загасать потихонечку. Так, ладно, левая крыла лояльность. Су-то я вообще не вижу, честно говоря, лояльности. То есть она где-то, не знаю, где стоит. Правая крыла лояльность. Тоже, я так понимаю, нет. Солдаты лояльность. В общем, ладно, вроде как на все лояльны, и медицина хорошо развита. В общем, это как-то так, да? Тут у нас можно еще посмотреть на другие. Так, свобода, либеризация умов. А, нет, кстати, нет, вру. Ой, зачем я вышел? Нет, все-таки, видите, тут это не видим. Серпа молота отображается. А видите, общее заполнение шкалы. Допустим, видите, тут либеризация умов. Это, соответственно, почти на минимуме. Да почему ты выходишь-то? Интересно, он так выходит, а так проматывает. Ладно. Армия США. А, кстати, можно про США посмотреть. Интересно, может как-то еще США гадить. Сити тут все. Я понял, он пока что разобавился. Фичи. Так. Роскоши и деликатесы у нас тут есть. Ну, в общем, товары первые необходимые. С ЖКХ рабочие места. Интересно, как тут пишется, что у нас все замечательно. Хотя, допустим, некоторые могут сказать, что на самом деле в эти времена были все наоборот. Как раз очень даже плохо, особенно в регионах. На самом деле это вроде терпимо. Ладно, давайте, опять же, разглагольствуем в сторону. Что у нас там на улице? На улице у вас какой-то съезд. У вас съезд это собрание народа. Так. Текущий Девком, Китай, Силы Армии, ТСК, бюджет, лояльность. Это просто общий калькулятор. Так. Минфин СССР. И чё? И чё? Ну вот, у нас здесь 3000, да? То есть мы можем тут примерно 500 миллионов. На самом деле, тут уже 500 нарисовано. Это как-то странно написано. Если было 5, то потом 100. То есть понятно. А тут 500-100 миллионов. Ну ладно. Так. Тут нет подсказок. Я, честно говоря, не понимаю, к чему это ведёт. То есть есть у нас какой-то... Различные... То ли это преднастройки, то ещё что-то. Но как-то это странно реализован, на самом деле. Ну, допустим. Я просто, честно, не понимаю, как всё настраивать. Эээээ. Ээээ. Ку-ку. Ку-ку. Так, ну тут есть Какой-то экономический рост Рост научный И какой-то там что-то еще, да То есть это, видимо, есть у нас три преднастройки От которых будет все зависеть Допустим, 860, 9060, тут 2020 Ну да, мы можем выбирать Видимо тут только три преднастройки И смотреть, как это все Будет выглядеть Тут вообще, допустим, религиозные организации как-то Хотя, зачем тут готовы тогда Опять же, вот говорю, видите В принципе, конечно, есть такая фича, что Возможно, я не совсем правильно поступил Когда начал без разбору в эту игру заходить Без разбору заходить, короче, не разобравшись с ней Но еще раз говорю Именно в этом заключает смысл данной игры Пытаться разобраться Давайте мы это все-таки попытаемся сделать Но смотрите, тут у нас Я думаю, вот это что-то Это вроде рост экономического Вот это научный, да Это вообще непонятно, честно говоря Минимум трата, наверное Предусмотрено Судя по всему, да Ну тут сразу видно, что технологии хорошо будут развиваться Поддержка ООН Хорошо, давайте экономический рост оставим Правда, наука у нас по нулям пока что, да Так, мировая карта у нас здесь еще есть Наш великий Советский Союз И различные другие страны Китай Монголия Дружественная, насколько помню на тот момент Она сейчас, в принципе, нам дружественная вполне себе Финляндия Тут у нас, он ваш Куча всяких республик советских Дополнительно на Западе В том числе и Украина Ну, советская демократия Лояльность на 78 Морководитель страны Ну, это понятно Это нам можно, я так понимаю Настраивать Естественно, советская демократия Как называется, прикольно И как обычно пишут Всяких там Тоталитарный строй Большевики Расстрелять пиво Точнее, водка Медведь балалайка Здесь, видите Советская демократия Это обозвали Тут, соответственно, у нас Можно смотреть на Польшу Либерализация 20 Лайяльность на 74 Дальше Либерализация 20 Лайяльность на 99 Ну, это понятное дело Что Здесь у нас Кстати, ФРГ Называли полицейским государством А тут народная демократия Между прочим Да, такая разница Как обычно Все наоборот А тут, видите Тут полицейское государство Ну, в принципе, так и было Потому что реально ФРГ На тот момент Являлась Тоже очень серьезно Так это Оккупированной страной Без всяких там Без всяких Отсылок к политике Но реально То есть Что ФГД Что ФРГ После раздела Германии После военного Реально Они были Обе страны Так достаточно серьезно Запрессованы Ладно Так, Китай Значение 40 Обороны Но, видите Они тоже китайцы Но они Не находятся Находятся В нашем союзе Как это Страны Варшавского договора Если я ничего не путаю Так, Румыния Авторитаризм Тут видно Что это реально Именно Авторитарный строй Так Социалистический реформизм Анатолий Правительство 40 Правящая Тут Видите У нас еще По-разному Везде пишется То есть Где-то у нас Тут пишется Что Кстати Юглаславе Вообще Никак нельзя Повлиять То есть Юглаславе Само по себе В принципе Так Кстати О, как Можно принять В СССР Прикольно Прикольно То есть Можно Тут еще Вот так Причем Тут На самом деле У каждой Страны У каждой Видите В страны Свои опции Допустим В Иран Можем вторгнуться Саудовского Аравии Нет Румынию Мы не можем Принять СССР Болгарию Можем То есть И прочее Видите Как интересно То есть Вести Ленинизм То есть Тут надо Реально Разбираться И сидеть Долго Тыкать Выход из НАТО Можно им задать Прикольно Поддержать Голистов Золотой запас То есть Можем попытаться Я так понимаю Еще и ко всему прочему Пытаться Свергнуть Существующее Существующее Строе В какой-то стране Вот допустим Да видите И Соответственно Попытаться В этих странах Установить коммунизм Видите Как интересно Это все тоже Реализовано Правда конечно В 85 году Вопрос Такой Интересный Мне кажется Уже совсем Не эпоха подъема А даже наоборот Спад коммунизма Во всем фронтам И допустим Где-нибудь там В 30-х годах Например Там даже 20-х годах 20-го века Вот Реально Может было Действительно Была реально опасность Что к СССР Что к СССР Мировую революцию Строить А вот Сейчас уже Ну ладно Опять я начаю В подробности Отдаваться Ладно Так Дело Вот Тут ничего не кликается Так История ГДР Так Массово восстание ГДР Из-за продовольственных Кризисов Сверхинвестерализации И проявления Среди советского руководства Желания объединить Германию Так Это мы видим Куда-то Один ход Что ли сделали Ну следующий ход Потому что у нас уже пошли Какие-то всякие Видите Выборы Которые мы можем тоже принимать Так Можно задействовать армию Можем искатать Повтанцы на гусеницах Можно способствовать Смени власти на умеренных И пропустить Предыгровые события А Это вот так Да Ну допустим Мы можем Пойти по пути Историческому Насколько Что я там помню Насколько помню Там была Задействована Была просто армия задействована То есть Конечно же Повтанцы на гусеницах Не раскатывали То есть По-моему До такого не дошло А вот Армия использовали Реально Ну давайте попробуем Способствовать Смени власти на умеренных Дальше Правительство Шло в отставку Новый руководство Заявило о детализации Экономики Участие в трудов Отлетел Составление планов И прекращение Индустриализации Прикольно Эээ Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Так Ну давайте попробуем Позвонить в Минфин Например Отклить доступ К Минфину За 100 политических очков Интересно Трудовые свободы Торговая политика Ценовая политика Тип экономики Госплан с элементами Самоуправления Или же Госплан с элементами Рынка Сейчас мы можем Я честно-честно говоря Нас видим Госплан с элементом управления Сейчас выбран И можем соответственно Со временем Пойти В Рыночную экономику Ну или соответственно Попутаться Пойти по Другому принципу И пойти В социалистический рынок В социалистический рынок Так Борьба с тунеядством Так Понятно Ладно Конечно вообще ничего Совершенно непонятно На самом деле Тут есть какие-то всякие Открытый Минфин За 100 политических очков А на сколько вообще Политических очков То есть Тип правления Советская республика Так МВД Министерство внутренних дел Контроль СМИ Пропаганда Ох Реально тут Куча всего есть И честно говоря Честно говоря Даже пока что Не совсем понятно Что тут делать То есть Я уже 16 минут играю А до сих пор Туплю Просто сижу И пытаюсь просто разобраться Как тут что делать Но Прикольно Прикольно Всякие вот эти Вещи Реально мне тут нравится То есть Вот именно вот такие моменты Где можно сидеть Пытаться что-то Комбинировать Какие-то различные схемы Использовать Какие-то различные политики Вот это все Это прикольно На самом деле Очень классно Так Тут у нас Открылся Кто у нас В съезде к КПСС Ну В общем-то Нельзя сказать Что это разделение По партии Потому что Тут партия у нас Одна Собственно Социалистическая Советская партия Коммунисты Вот Но при этом В общем-то Внутри этой партии Есть различные направления То есть Видите Технократы Подавляются Моисты Подавляются Моисты Подавляются Большинство Сейчас занимает Умеренный Да А что я сейчас Интересно Отмечаю галочку Реально На самом деле Очень не хватает Именно подсказок То есть Понимания Что тут происходит Я обнажал И мне сказали Что Что я сейчас Отметил Галочка Это Я что-то Сделал И что Именно Точнее Я сделал Мне сказали Было Мне гораздо Проще А так Видите Тут как-то Зарешение Наук Выплатить Есть долг Подключен А у нас Долг Ага У нас есть Долг Международ На секундочку Да Прикольно А где Денежки Сейчас Просто Понимать Нефть Добычи 100% У нас Сейчас Дальше Расходы Административные расходы Мы что-то Как-то Не можем Сейчас Менять Золотой Запас Ну-ка Что-то Непонятно Где текущие У нас Деньги Видимо Надо Какую-то Другую Таблицу Открывать Что-то Я не вижу Так Дальше Идущие Политики Ельцин Надавите На Ельцина Слабый Политическая фигура На секундочку Вам покажешь Скажи Да На тот момент Реально Так и считалось Сила 2 Серегачев Надавить Это реально Это Что это означает Это значит Он станет Лучше Активнее Или наоборот Он станет Вот реально Реально Очень непонятно Допустим Давайте Шеварнадзе Как человек Который В принципе Сила маленькая Если она Возрастет Не страшно Будет Но Если она Мечится Так Что сейчас Произошло Непонятно Может быть Мне надо Просто на английский язык Переключиться Там будет Все понятнее Но реально Какая-то Сейчас Трэш Реально Творится Но я так И говорил Что Так О Я опять Что-то Открыл Стория Венгрия Дерская революция Множественные волнения Против социалистического Руководства При переходе Части В партапарат На сторону Повстанцев 10 армий Например 10 митингов Раскатать Опять Видите Давайте Опять Сменим власть Умеренно Будем пытаться Умеренную Политику Проводить А Ну это Все Опять Понятно Так Короче Давайте Посмотрим Сейчас Попробуем Предысторию Нам сделать Насколько Нам известно Когда Гагарин Был в космосе Он не заметил Никаких следов Бога Это ли не подтверждение Основополагающих Тезисов Марксизма Марксизм И ленизм Да Помню Вот эти два Слова Странных Усилить Атеистическую Пропаганду Оставить Все как есть Нам не следует Нарушать Свободу совести Гагарин Не наш бог Последний вариант Даже тут Нельзя его выбрать Это вообще Какая-то Ну ладно Нам не следует Нарушать Свободу совести Пусть будет Пока оставить Все как есть Никаких изменений Не произошло Так 68 год Пражеская весна Начало Массовой либеризации Со стороны Руководства Чехословакии Задействовать Армию Для восстановления Социализма Угрозами Горячей степени Реформа Закрыть На это глаза Пусть будет Огрозной В ограниченной Степени Реформ То есть Как бы Выводя Не будут Ну вот Видите Нашим давлением Дубчик Решил подкорректировать Реформу Дабы не видеть Лицом к лицу Советские танки Отлично 65-70-е Года Реформа Либермана Реформа Характеризуется Расширением Хозяйственной Самостоятельности Предприятия Объединения Организаций С широким Использованием Приемов Материального Стимулирования Либермана Сдержки На произведении Своей реформы Оценил стоимость Бумаги На которой Будут напечатаны Соответствующие указы Вследствие чего Идея Агаса Была задвинута На дальнюю полку Так Надо вспомнить На самом деле Агас Это я Помню знакомого С того Но что Что он значит Я честно говоря Даже не помню На самом деле То есть В принципе На самом деле Само по себе Идея Оширения Хозяйственной Самостоятельности Она Ведет И именно Действительно К Либерализации Страны К Именно Переходу К Ну конечно Сразу не делает Экономику Рыночной Но Шаг Именно в эту сторону Да Значит Синер Придевать реформ Свернув Нужный момент Полностью Реформ Либермана Перенести взгляд Партии На идею Автоматизации Перенести взгляд Партии На автоматизации Да Тоже вот вопрос Реально надо Историю знать Вот Кстати Эта игрушка Продается еще До Ко всем прочим До буржуев И на английском языке Я честно говоря Вообще не понимаю Как они будут играть Я еще более-менее Пытаюсь что-то вспомнить Что-то вспоминается Даже А вот как иностранцы Будут Которые не знают Историю нашей страны Играть в это дело Я честно не знаю Не смотал еще Об этой игре Отзывы в стиме Потому что Мне ключик подарили В очередной раз И Черт в мире Не знаю Так ладно Красыгинская реформа Соответственно Можно Ну пусть Ладно Пусть попробуем Ее внедрить На Щекинском Химическом комбинате Был начат Экономический эксперимент По проверке Основных положений Реформы Этот опыт Получил Добрение ЦК И затем Щекинский эксперимент Был внедрен На многих предприятиях Однако Хотя идеи Либерманы Были реализованы Но как и раньше Министры блокировали Дополнение О расширении Ответственности Директоров И чиновников Ага Так Это что у нас Очки Политавторитет У нас в минус ушли Неожиданно Прибыль Нас Растет Вроде как Растет Да Я теперь песню не помню Но она мне нравится Теперь я тоже не умею Хасить Впрочем Давайте попробуем Науку продвинуть Почему бы и нет Ага Ага Ребята Я понял Как тут Вводить Новые параметры Отлично Хорошо Давайте попробуем Допустим Сфера услуг У нас пусть идет Немножко побольше Вот она В чем прикол А я Ну я на самом деле Был на пути К такому решению Но почему-то Не додавил Так Зарплата чиновников Идите В топку А вот Ой-ой-ой Конечно же Нет Конечно же Я хотел ввести 70 Социальные расходы Ну и так нормально Дальше Вооружение Обеспечение солдат Усостровный механизм Правопорядок КГБ Религиозный культур Культпросвет Военной технологии Так Жаские технологии Как всегда Конечно СССР более Не архти Но мы их Повысим Немножечко Образование Так нормально Так Вот тут Конвертики Сотрудникам КВБ Конвертики Так хорошо написано Конвертики Конвертики Республиканским чиновникам Госпропаганда Ну я помню Это взятки Я так понимаю Поддержка ООН Фомантические миссии Поддержка экологии ЖК ЖК застройки Пусть тоже повыше будет Так Так Куства Социальные расходы Пусть будет еще у нас Компьютеризация Хорошо Сразу Можно ее немножко еще побольше сделать Да ее просто Так 160 Сделаем ее Ок Сойдет Дальше Месяц 0 Мы кстати еще реально Он так и не начали играть То есть пока смотрим Под историю Реально Так Академия наук Ну да То есть мы пока что смотрим Под историю А вот как дальше Мы будем вести себя Видимо у нас Обойдет после того Как мы начнем уже нормально Играть Так 75 год Теперь когда мы уделяем Все силы на гонку вооружений Политическую борьбу По всему миру В ходе которой Множество средств идет На поднятие Социального положения Экономики других стран У нас все меньше и меньше Сел остается на космическую гонку Да и пользы она особо не приносит И не принесет В ближайшие пару веков Многие уже не видят С ней смысла Так может быть Нам стоит ее прекратить Так Представить точку Дружеским Перемидием США Просто прекратить гонку Мирная космическая гонка Продолжается Гонка предстоит Военное противостояние Вот тут реально Честно говоря Не знаю Как на историческом Сложилось СССР Были ресурсы В 85 году Да нет на 85 Это даже раньше Там был то 75 по-моему На ее продолжение Но по-моему Там уже началась Программа постепенно Сворачиваться То есть она не полностью Была Свернута То есть это видите Не полностью прекратить Ну давайте попробуем Вот так Первый советский Минженеральный Пилотируемый полет Истоков космических Коаппаратов Двух государств Экипажа Томас Таффорд Венс Брандт И Дональд Слейтон Аполлон И Алексей Леонов Валерий Кубасов Союз А ну это знакомое Конечно же Союз Аполлон То есть я видимо Выбрал здесь Историческое Решение То есть Совместный полет Это классно Конечно же Ладно продолжаем Исламская революция В Иране В результате которой Был свернут Мохаммед Резе Пехлеви И к власти Пришло шиитское Правительство Во главе с Айатоллой Хамейни Инвестиционную Монархию Сменила Исламская республика Начавшая Репрессии Против коммунистов Развивем Отношения Поддержим Коммунистических Партизан Поддержим Исламский социализм И зададим Крупную Левую оппозицию И договоримся С исламистами Партизан Поддерживать Ну это Конечно же Прикольно Но на мой взгляд Все таки Нужно действовать Не военными методами А партизан Военные уже По сути методы А социализм Может поддержать Попробуйте Или поддержим Левую Правительство Левую оппозицию Точнее Благодаря нашей поддержке Был образован Широкий левый фронт Коммунистов Социалистов Исламских левых Им Не смогли запретить Войти в парламент Так как они Не уступали Против религии В связи чего В стране установилось Двое власти Прикольно Так Владимир Высоцкий Становится все популярнее И популярнее Особенно среди Советской молодежи Его творчество Совсем не попадает Под наш идеологический цензор Ведь он всячески Смеет критиковать Нашу партию Надо что-то предпринять Ведь даже партицы Начинают слушать его песни Запретить ему уступать Да Или же даже Листовать И посадить его можем Но мы выберем Будем Либериальничать По полной Да Мы не стали запрещать Его творчество В результате чего Другие стали брать С него премьер Ну и бьет Пусть премьер Ладно Он же не Кстати очки Полит и авторитет Правда спадают Все еще Так ладно Надо его попытаться повысить Оставьте в Польше После того как Польша набрав огромный Внешний долг Перешла в стадию кризиса Правительство вынуждено Было поднять все цены Из-за чего начались Начались протесты Ветер Польши ушел В отставку Но новость еще никак Не может подправиться С ситуацией в стране Так Опять же Можно задействовать Армию Можно раскатать Останцев Или можно сменить Власть на умеренных Как обычно Так Так Ввело военное положение Судило Исключило с партии Старого руководства И провело частично Возвращение национальных органов Власти под руководством Корп Вместе с введением Должности Обдусмена Это слово странное Опять у нас Авторитет падает То есть мы видите Пытаемся Такую Умеренную политику А это нам в итоге Наш авторитет роняет Товарищ генеральный секретарь Нам пришло письмо из США По которому одна маленькая девочка А это я тоже знаю Историю такую Да Решила не верить на слово Живым империалистическим СМИ Утверждающим Будто мы готовим войну А сама спросить О проводимой нами политике Я сколько помню Там была история Да Самата Смит Там вот она прилетела В Советский Союз Потом С этой сынок Наоборот Наша девочка прилетела Из Советского Союза В США Ну там по-моему Все печально закончилось Потому что В итоге Там То ли Саманта Смит Что-то там с ней случилось Ну в общем Тот из них умер И погиб В общем Была не очень приятная история Но давайте мы Пригласим туристов в СССР Ну не будем вербовать Ну как и смысл Вербовать маленькую девочку Ответное письмо Был незамедлительно отправлен Оттуда Саманта узнала О нашем миролюбии В которое ей было Предложено Объедиться самой А кстати говоря Мы очень даже миролюбивые Если так Смотрите на наши решения Потому что мы В Польше Танками Точнее гусеницами Митингующих не раскатывали В Чехословакии Гусеницами митингующих Не раскатывали В Германии Митингующих гусеницами Не раскатывали В общем Мы никого пока что Гусеницами не раскатывали Это замечательно На самом деле Вот Кстати говоря В общем да В общем да Отношения с западным Среди Мы значительно потеплели Предигровые события Закончились Игра Началась Вот именно Уже после полчаса Разбора На самом деле Механики игры Мы разобрали В итоге Началась игра Так Смотрим Медицина Нормальная Экология В целом Нормальная Тут все нормально Свобода Либерализация умов У нас выросла Свобода Ну я не помню Честно говоря Когда они Что раньше были Скоро все Тоже выросли Ну или по крайней мере Не уменьшились Так Роскоши Ликотесы У нас по-моему Выросли Ко всему прочему Рабочие места Тут вроде тоже Все нормально Какая интересная песня Я даже Отлегся на нее Замолчал Так Дальше Ладно Тут нас вроде Тоже все хорошо Армия Нормальная Здесь можно Немножко еще армию Подкачать А почему вы Нет Мы мирные Но Танки наши Как говорится Быстрые Но в случае чего Наши мирные Комбайны В общем Дадут вам Просраться Только в путь Так Я уже пошел По кругу Да Еще раз Сохранимся Сохранено Так Теперь Мид 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 Мне понять Сколько у нас Очков А у нас Кстати У нас есть Очки Политавторитет Очки Политавторитет Вот эти Самые очки Кстати говоря Тут допустим Ладно Академия наук У нас пока что Просто не пошли Ходы Ходы Хорошо сказал Да О Тут даже есть Несколько разных Закладок Изучения Это прикольно На самом деле Так Тут у нас Вроде все нормально На самом деле Надо аккуратнее Щелкать Потому что Не всегда понятно Что может Завершиться Щелканем Да Тут Я так понимаю У нас в общем-то Ничего пока что Не осталось Банально Потому что Тут Нет очков Нужного количества Поэтому Пока что Можно Да Про дело Забыть Вообще Кусто Кстати Долг у нас А долг у нас Почему-то вырос Я же его уменьшал Он почему-то начал Опять расти Какая-то фигня Ну Будем потихонечку Пытаться уменьшить долг Так С налогов Это увеличить Я так понимаю Можно Соответственно Увеличить добычу нефти Но это Совсем плохо станет Подкуп чиновников В обмен на Политочки Я понял Политочки Так Тут у нас Вообще ничего не поменялось С тем Что мы надавили Может быть я там просто отменился Просто надавил А потом отменил сразу Кто же знает Так Дальше Тут у нас что Лояльность 74 Лояльность 100 Между прочим Секундочку ГДР сейчас у нас И в Чехловакии То есть В принципе Еще в Венгрии Не все так хорошо А так В самом Секундочку Низкая лояльность В Польше То есть Ну это в принципе Ожидаемо Так По-моему Исторически Было Что в Польше Они всегда Больше всего Ерундой страдали Так Ладно Кстати Город Тут еще Видите Ко всем прочим Есть у нас Возможность Смотреть За отдельными Политиками Наших Республик Советских Социалистических Так И причем Такой достаточно Необычный проект Достаточно Необычная Стилистика Достаточно Необычный Стейтинг Да и вообще В принципе Достаточно Необычная Игрушка Которая Рассказывает Нам О временах Перестройки В Советском Союзе О В общем-то Последних Годах Советского Союза О последних В общем-то Даже Мигах Вот Вот этого Для кого-то Интересного Для кого-то Странного Для кого-то Ужасного А может быть Наоборот Замечательного Времени Уж не знаю У каждого Свои взгляды На эту эпоху У каждого Свои взгляды На эту страну Но так или иначе Кризис в Кремле Это Проект Который Ну По сути Пытается Воспроизвести Дух Того времени По крайней мере В теории И В общем-то На самом деле Исходить Из Того Что мы сейчас Видим На главном экране То В чем-то Наверное Это и получается Конечно Надо понимать Что это трэш Достаточно такой Трэшовый трэш Потому что Ну Все В общем-то Пахнет такой Дешевизной Но Дешевизна Это Можно сказать Такая В данном случае Вполне себе Хорошо Именно К данному Проекту Прикладывается Она Приемлемая Я бы даже Так сказал В общем Давайте Без всяких Раздвагогольств Недальнейших Я еще В эту игру Ни разу Не играл Я даже Не буду Сейчас Пытаться Запустить Обучение Сейчас Попытаемся Вот прям Влезть Как говорится В игровой процесс Можно сказать Как Уж я Не знаю Как кто Но Да и вообще В принципе Достаточно Необычная Игрушка Которая Рассказывает Нам О Временах Перестройки В Советском Союзе В общем-то Последних Годах Советского Союза В последнем В общем-то Даже Мигах Вот Вот этого Для кого-то Интересного Для кого-то Странного Для кого-то Ужасного А может быть Наоборот Замечательного Времени Уж не знаю У каждого Свои взгляды На эту эпоху У каждого Свои взгляды На эту страну Но так или иначе Кризис В Кремле Это Проект Который Ну По сути Пытается Воспроизвести Дух Того времени По крайней мере В теории И В общем-то На самом деле Исходить Из Того Что мы сейчас Видим На главном Экране То Чем-то Наверное Это и Получается Конечно Надо понимать Что это Трэш Достаточно Такой Трэшовый Трэш Потому что Ну Все В общем-то Пахнет Такой Дешевизной Но Дешевизна Это Можно сказать Такая В данном Суча Вполне Себе Хорошо Именно К данному Проекту Прикладывается Она Приемлемая Я бы даже Так сказал В общем Давайте Без всяких Раздвагогольств Недальнейших Я еще В эту игру Ни разу Не играл Я даже Не буду Сейчас Пытаться Запустить Обучение Сейчас Попытаемся Вот прям Влезть Как говорится В игровой Процесс Можно сказать Как Уж я Не знаю Как кто Но Попытаемся Мы Сейчас Разобраться По ходу Движения И может быть Что-то из этого Получится Реально Не подготовившись Не изучив ее Вдоль поперек А вот именно так Итак Давайте посмотрим Что у нас тут есть У нас тут есть Несколько Годов С которых Можем начать Соответственно Чем дальше Тем меньше Время Я так понимаю У нас на Различные действия Есть В 85-й год Есть В 86-й Кстати говоря Год моего рождения Вот Выберем В 85-й Наверное Самый ранний Я думаю Лучше всего Это будет Отражать Сеттинг Данной игры Так У нас здесь Есть несколько Персонажей Может тогда Вы назвать их На самом деле Правители Соответственно Здесь есть Романов Честно говоря Даже Я на самом деле Не то что Прям хорошо Знаю историю Советского Союза Но более-менее Этот момент И читал Я честно говоря Даже не помню Что это такое Романов Видимо Это человек Который в свое время Имел Очень серьезную власть Но В итоге Не смог Дорваться До Высшей цепочки То есть Стать Я даже не знаю Как хотел Но допустим Пишется что Романов С минимальным Пересом голосов Возглавил Страну Но как мы знаем На самом деле Был В Советском Союзе Генсек Генеральный секретарь То есть Фактически Лидер страны И были там Всякие Правительства То есть В общем-то Как-то Я даже не знаю Не премьер-министр Но вот Примерно так На самом деле Можно говорить То есть Человек Который Был Формальным Правительной страны Но на самом деле Нет Вот так Это можно выражаться Но опять же Я начал В дебри уходить Давайте Мы можем На самом деле Своего персонажа создать Можем выбрать Уже существующего Давайте посмотрим Тут Есть Горбачев Который у нас Реформатор Ну мы знаем Чем его Реформаторство Закончилось Простенек Старой гвардии Сторонник Демократизации Да Интересно Как можно Недовольство Снизить Кстати говоря Можно вот так сделать Так будет реально Удобнее Посмотреть На весь мир Сразу Ладно Давайте посмотрим Я хочу посмотреть Реально Как у нас там Где у нас там Был Фишка Где показывалась Нам Наш золотой запас Я даже честно говоря Не помню Вот Вот тут Золотой запас Не упал Это прикольно Ладно Короче Тут мы вроде Все сделали Давайте попытаемся Сделать ход Так Несечко много Неиспользуемых денег А я понял Надо больше денег Распределить Это хорошо Потому что я думал Там это все деньги Как-то По другому Ладно Давайте попробуем Допустим Повысить Сферу услуг Что-то пошел По-моему Не по плану Да Что-то как-то Сильно Сферу услуг Ударил По нашим запасам Ладно ЖК Застройки Ок Импорт 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 Вроде не требуется Зарплата чиновников То пока Нормальная Барбуз По коррупции Мы увеличили Итак Давайте Немножечко Повысим Обеспечение Солдат А Черт Побери 70 А не 170 Ребята Правопорядок Государственный Механизм КГБ Мне кажется Государственный Механизм Будем повышать Это будет нам Очень на руку Хотя Немножко 10 очков Не уложим Так Дальше Тут наверное Нужно Технологии Двигать Побольше Вот так Мы сделаем Дальше Что у нас Еще Конвертики Ну Не знаю Не знаю Можно Все таки Немножко Региональным Чиновникам Конвертики Побольше Слать Кстати говоря Госпропаганда Можно Побольше Исключить Ну конечно Либеральные Ребята Но все равно Так Дипломатические Миссии Я думаю Что надо Тоже Прибавить Я уже По второму кругу Да по-моему Пошел Ну ладно Допустим Ладно Давайте Что-нибудь Капитально Так Вложимся Застройки Побольше Поставим ВПК Я даже Честно говоря Не помню Что такое Военно-промышленный Комплекс По-моему Да Военно-промышленный Комплекс Давайте Попробуем Немножко Повысить Тяжелую Промышленность Тоже Я думаю Полезно Будет Для нас Интересно А так Теперь Нормально Нам Дадут Нет Слишком Много Потратьте Нам Говорят Еще раз Ну хорошо Ладно Говорили Вы Чиновник Тоже Деньги Повысим Зарплату Повысим Ну давайте Социальные Расходы Тоже Повысим Как на все Хватает Ну мы можем Конечно Это Хорошо Ладно Гражданские Технологии Вот это И вот это Так Так Ага Надо все Прям по максимуму Воспределить Я понял Ну хорошо Пусть Не знаю Что это Поддержка ООН Ну допустим Сюда Еще Семесяточку В КТ Инфраструктуру Давайте Повысим Конечно Было Прикольно Здесь Было Б плюсико Минус Так Гораздо Было Удобнее Чем Вот На Калькулятор Вбивать Но Это Тоже Нет Смысля Такая Фишечка Игры Этой Так Мы Пусть Будет Ладно Войны Промыш Ой Наоборот Вот так Комплекс Сюда И у нас Как раз Все распределено Отлично Теперь Когда мы Пришли к власти Приходит Осознание Того Что в партии Недостаточно Людей Определенных Реформаторских Взглядов Наступает Решающий Шаг Ваш Шаг Вы можете Поддержать Молодую И возможно Прогрессивную Коммунистическую Партию Советского Союза Тайно Конечно Да и Выпустив Тарасова Из психиатрической Больницы Вы Также Можете Вернуть Из запала Яковлева Или Косолапова Верно В свое время Выступал Верно В свое время Вступал Против Водобойств Чехосновакии Имеет Тесные Дружественные Связи С британской Монархией А второй Способствовал Восстановлению Молотова В партии И был Оттеснен За свой Ярко Выраженный Сталинизм Экономические Реформы Вот мне кажется Нужно нам Под Андроповом Идти Так Омолодить кадры За счет НКПСС Троцкисты В партии Яковлев Либерал В партии Косолапов Сталинисты Можно нам На самом деле Попытаться Реформаторов Взять Может что-то Они там Нареформируют А Балкину Была поручена Честь формировать Специальную комиссию По благотковке Советской экономики К масштабам Реформы В комиссии Вошли экономисты Партий со сферматовскими взглядами А общий план программы Уже обретает Черты перехода К социалистической Реонидической экономике На самом деле В принципе По сути Сколько помню Экономика Как раз и шла По такому развитию В Советском Союзе По крайней мере Такие попытки были Хотя бы у Горбачева Именно Экономику Реформировать И это на самом деле Было Очень даже Скажу вам так Насущным вопросом Потому что реально На тот момент Были явные проблемы В экономике И в принципе Вот именно в тот момент Как раз Это было Ну несмотря на то Что это в итоге Привело к печальным Последствиям Было на мой взгляд Оправданно По крайней мере Так кажется Да Вот На самом деле Я сейчас чувствую Что проболтал Я реально много И что В общем-то Время-то У нас Течет Течет Уже 40 минут Я наболтал Мне кажется Надо сохраняться Выходить И честно скажу Реально мне эта игрушка Нравится Чем-то она цепляется Смотря на свою простецкость Такой Тут вот такие моменты После того как я разобрался В ней Видите Я достаточно долго Разбирался Но В итоге разобрался В итоге мы пришли К определенным вещам И игрушкам Реально нравится Прикольно На самом деле Реализован Не зря Я вот Так хотел Поиграть И что ж Спасибо разработчику За то что Представили мне ключик С удовольствием Поиграл Честно говоря Не уверен Что я буду Показывать дальше На своем канале У нас канал Не той направленности То есть Может быть У нас был такой Специфичный Достаточно Ламповый канал С разборами Всяких Глобальных стратежек Таких-то интересных Всяких Политических Симуляторов И прочих То мне кажется Эта игрушка Замечательно Зашла бы на канал А за счет На то что Все-таки канал Немножко про другое Конечно Мурыжить вас С этой игрой Я не уверен Что буду Но может быть Еще что-нибудь Покажу по этой игре Если что-то интересное будет Ну а с вами был Иванок Спасибо за просмотр видео Не забывайте Подписываться на канал Стараться в комментарии И всем удачи Да кстати Пока не забыл На всякий случай Так скажу А то явно Всякие найдутся Ребята Не надо Затирать комментарии Всякими Спорами На тот момент По поводу Того что Типа совок был плохим Или совок был хорошим Мол Там Старинг гад И так далее Ребята Это все Лишнее на самом деле Обсудите игру Пожалуйста Какие там детали Комментарии По поводу исторического развития Каких-то И моих решений Пожалуйста тоже Но вот Срачика пожалуйста Не надо А то Пойдут бан И все-таки вот убых Ладно Всем удачи